Важные заявления от нашего президента сегодня прозвучали в интервью нашим российским коллегам из «Известий». Александр Лукашенко всегда открыт для откровенного общения с медиа разных стран, и этот марафон сегодня продолжился. Речь шла не только о месте БРИКС в мировой геополитике и наших интересах в интеграции, и много говорили о мире в регионе. Беларусь всегда была привержена переговорам и дипломатическому решению конфликтов. Не изменяет этим принципам и сегодня. Наш президент уже обнародовал некоторые детали непубличных переговоров с представителями западных стран, а сегодня высказал свою позицию о том, есть ли на Западе здравомыслящие люди, с которыми можно договариваться, и кому сегодня больше нужен мир. На примере даже украинского конфликта, с моей точки зрения, из общения, что происходит. Если раньше мы говорили, что мир в Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, то сейчас они уже больше хотят мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь. Вы можете сказать, ну, слушайте, легко на него воздействовать. Не дать. Не дать денег, не дать оружия. Слишком просто. Вначале договорились и пообещали Владимиру Александровичу, дадим все и деньги, и оружие. Не дать это потерять лицо. Поэтому ни англосаксы, ни коллективный Запад этим путем не идут. Но видя, что происходит на земле, где Россия уверена потихонечку, шаг за шагом, но на фронте Курской области продвигается вперед, они же это все видят и оценивают. И оценивают по достоинству, не так, как Володя Зеленский. Они понимают, что может наступить крах Украины. Крах Украины – это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться. Но уперся Володя Зеленский. Поэтому коллективный Запад попал, как я понимаю, в такую ситуацию, когда чрезмерно на него не надавишь, на Зеленского сказал, что ни денег, ни оружия. Не надавишь, лицо потеряешь. А с другой стороны, ведь обещали вначале, чтобы поддерживать. Ну а дальше, понятно, они могут с закрытыми дверями ему сказать прям, слушай, давай, вот такая ситуация, завтра будет совсем плохо. Будет очень плохо и тебе лично, и тем более Украине. Поэтому вот сейчас такой момент, когда идет эта ломка. И зашевелился он чуть раньше, и сейчас особенно со своими планами победы там. Ну это призыв фактически к мирным переговорам. Ну а в России уже поменялась тоже точка зрения. На земле Россия движется вперед. На земле многое поменялось, на фронте. Многое поменялось. Да и Курская авантюра украинцев ситуацию серьезно поменяла. Россия тоже, ну скажем так, закусила у дела. Так, сегодня ситуация изменилась, будем разговаривать по-другому. В другом месте и по другим вопросам. Ну может так сказать? Пока еще не совсем сказала, но может сказать. Но я доволен, что россияне и Владимир Путин занимают такую конструктивную позицию. Украинцам надо учитывать эту позицию. Тем более, что Запад, мне прямо цитата была сказана, я все время их сподвигал к тому, что война – это вина двух сторон. Одной и другой стороны. Это не воспринималось. Сейчас прямо на переговорах мне сказали, да, мы согласны, что здесь надо взять вину на себя двум сторонам. И Украине, а не только гнобить Россию. Это говорит Запад. Это уже определенные подвижки. Но будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. Там российские военные об этом говорят, что к концу декабря мы справимся с Курской областью. Ну и будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении. Впереди у нас важная электральная кампания. Это вызывает повышенный интерес журналистов. Прошлая президентская гонка сопровождалась внешним давлением, массовыми провокациями и бросами. Против Беларуси была развернута гибридная война. Как сегодня наша страна готовится к проведению выборов? И есть ли опасения, что подобное может повториться? Президент обозначил свое видение развития ситуации. Что касается провокаций, они были и будут всегда. Поэтому я не исключаю, что провокации возможны. Но мы уроки 2020 года хорошо выучили. И я об этом откровенно говорил. Упрекать только отморозков, которые там бегали по улицам и кричали «нас миллионы». Я постоянно говорил, вот вам карта. На максимуме, на пике, ведь они выходили только в выходные дни, суббота, воскресенье. На максимуме их было 47 тысяч. Вот карта, пожалуйста, легко посчитать. Поэтому везде провокации, провокации. 3% Лукашенко набрал. И все у них было так. Как было на самом деле. Я вот приводил пример BBC СИУ. Приводил пример интервью. Наверное, вы видели интервью Зинковича, да? Юрий Зинкович, гражданин Соединенного Штата Америки. Он собрал все в кучу и рассказал, какой был план. Вертолет на взлете и посадке расстрелять с крупнокалиберного пулемета. Такая была цель, не реализовалась. И я понимал, если они придут к власти, это война. Почему война? Потому что мгновенно уже было в Польше и Литве были подготовлены части. И в Украине тоже в стороне не осталось. Санкции они первыми увели, и дальше пошло бы так. Они искали повод ввода натовских войск. А тут к власти пришли, позвали под Смоленском войска. Что Россия бы на это спокойно смотрела? Она сегодня воюет, чтобы НАТО не было в Украине, а то НАТО в течение суток там бы вышли. Законно вышли. Власти пригласили суверенного государства. Россия бы ответила. И это началась бы война. Я это четко усек. Поэтому у меня другого выхода не было, как защищаться и защищать свою страну. Ну, это если в целом говорить. Ну и потом. Фальсификация, фальсификация. Но подождите. Если фальсификация, то вы докажите это. Скажите, на основании чего вы меня упрекаете в фальсификации. Вот моя реакция на то. Я говорил, что время нам судья. Пройдет время, оно все рассудит. Поэтому мы не исключаем, Николай, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого больше не будет. Мы это не допустим. Потому что мы знаем, кто это делает. Недавно спасибо Майку. Майк Помпео, с которым мы встречались. Бывший директор ЦРУ. А потом руководитель Госдепа. Он был в Беларуси. Потом с Вованом Лексусом с вашим. Он заявил, да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция. Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну. Я, как президент, вынужден был ее защищать. И я ее защищал. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации.